Приветствую вас, Татьяна. Мне вдумается, что вы не совсем корректно ставите свой вопрос, дело в том, что заставлять себя жить не надо, это все-таки немножечко не то, что может заставить себя человек. Вот, вы и так живете, просто вы не получаете удовольствие от жизни, вы не сражаетесь ее. Соответственно, здесь либо вы находитесь в отрыве от своих чувств, не привыкли к ним прислушиваться, подавляете их, вот, либо есть какая-то такая вполне себе конкретная, центрированная ситуация, в следствии которой вы не хотите жить. Вполне вероятно, конечно, что у вас депрессивное состояние, ну, точнее депрессия, но тут уже нужно к медикам обращаться и, вот, подтверждать или опровергать данное предположение, вот. А я думаю, что с этого вам, в принципе, и нужно начать, с того, чтобы обратиться к медикам и проверить свое здоровье. Потому что, если со здоровьем что-то не так, то к психологам вам обращаться бесполезно, вот. Но, с другой стороны, если со здоровьем все в порядке, то только в психотерапии. Притом, что к медикам, опять же, нужно обращаться, ну, желательно обратиться к раз, и к медикам по физиологии, и к медикам по психике. Например, подтвердить или опровергнуть наличие у вас депрессии. Если депрессия, то это болезнь, болезнь нужно лечить. Если депрессии нет, депрессивное состояние, вот тут вам как раз к нам. Случайно или нет, вы в своем тексте говорите о том, что нет ничего, чтобы нравилось, чтобы хоть как-то отвлекаться. Знаете, если человек хочет отвлечься, то он хочет отвлечься от чего-то. Это именно вот такая потребность отвлечься от чего-то. Это что-то вам неприятно. Может быть, может быть. Вы неприятны сами себе. Может быть. Я не знаю. В таком случае нужно с этим поработать. С принятием себя. Может быть, вы боитесь чего-то. Такой тоже может быть. Страх, вот это всё. Можно и нужно поработать. Поработать. Бывает страх ошибки, страх успеха. Чего-то ещё. Страх. Бывает. Наконец, наконец, может быть, вы имеете некоторую выгоду от своего текущего состояния. Оно состояние. Вам может быть не нравится. И скорее всего не нравится. Но имея от него, от состояния, некую выгоду вы вряд ли из этого состояния выйдете. Вам просто, как вы, я надеюсь, совершенно правильно догадались, не выгодно выходить из него. Вам не выгодно выходить из вашего состояния. Отсюда следует совершенно, я надеюсь, логичным образом, то, что необходимо понять причину возникновения вашего состояния, обработать с ней, устранить её. А после научиться жить немножко по-другому. Не через представление, которое, кстати говоря, является таким своего рода насилием над собой. И я бы, наверное, сказал, в некотором смысле, подменой, подменой понятий, подменой приоритетов, в том числе, ну, своих приоритетов, да, потому что, извините, одно дело, если бы вы задали запрос такого типа, хочу разобраться в том, что мне мешает жить, и что мне мешает получать удовольствие от жизни. И совсем другое, другое дело, когда вы задаёте вопрос вот в таком ключе, типа, ааа, как мне заставить себя жить? Это при том, что вы уже, как я сказал, живёте. То есть вам не надо себя сказать, вы уже живёте. Вы хотите будете жить, не хотите, вы, в принципе, тоже будете жить. Выбора у вас в этом плане нет. Другой вопрос, что вы на некоторых основаниях отвергаете всё то, что может оставлять вам радость. Может быть, этой самой радости боясь, может быть, считая себя недостойной этой радости, а может быть, это вследствие некоторых травм, я говорю, которую вы получите, ну, психологическую травму. Вот. Либо комплексом. Вот. Ну, здесь нужно разбираться, как я уже сказал. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что эта ситуация разрешится. Продолжение следует...